Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 36 лет, разведен больше 8 лет и сын 15 лет. Девочке 30 лет и сына первого брака 7 лет, несколько лет она в разводе. Я встречаюсь с этой девочкой больше года. Отношения стали плохие, как она говорит, что перестала скучать, пропала влюбленность, остыла, но расставаться не хочет, говорит, что любит и переживает, но и сама не знает, что с ней происходит, другого не нашла и не ищет. Вначале отношения она очень хотела серьезных отношений, но я не хотел. Я был готов так быстро открыться человеку, и это ей открыто говорилось. Спустя, наверное, полгода, когда я разобрался в себе, я понял, чего хочу, она уже не хочет серьезных отношений, но ее уходить не хочет, может, просто не готова. Плюс она очень гордая, просить помощи она не будет, мою помощь в каких-то вопросах отвергает, говорит, привыкла все делать сама, говорит, что стало чаще не скучать, чем скучать. Порой хочет приехать, потом говорит, в голове пустота. Я за ней ухаживаю, делаю внимание заботу, что взаимно пропало с ее стороны. Отношения мне дороги, человека люблю и дорожу, но не понимаю, как спасти отношения и что мне делать. Или просто все кончено. Смотрите, здесь ситуация такая, что, во-первых, вы как будто бы играете в догонялки. Существует такая психологическая игра, которая называется догонялки. Вот в данном случае, на мой взгляд, вы, вы в эту игру играете, как мне кажется. А почему-то, то есть вы, как будто бы, боитесь, боитесь сближения. Как будто бы, вы боитесь, ну, стать ближе. Это, конечно, только с одной стороны, так выглядит. То есть, понятно, что, ну, в начале, у вас была влюбленность и страсть, потом это прошло. Но, на мой взгляд, по моему мнению, страсть и влюбленность у вас была до тех пор, пока, в общем-то, вы не хотели, серьезных, ну, серьезных отношений. Вот. Вообще, конечно, вопрос здесь, на мой взгляд, довольно интересный. Что вообще такое, в данном случае, серьезные отношения и чем они вам так важны, чем они вам так нужны. Если девочка не собирается сразу уходить, то что мешает вам просто наслаждаться времяпровождением, например, с ней. Вот. То есть, тут, в этом смысле, я бы сказал, что ситуация больше непонятна, чем понятно. То есть, как будто бы вы, ну, боитесь, что девушка вас как-то бросит, что ли? Вы боитесь, что девушка несерьезно к вам относится. Как будто бы. То есть, это выглядит так, честно говоря, что вы в себе сомневаетесь. Сомневаетесь в себе вы довольно сильно, судя по тому, что я могу видеть. Вот. Собственно, именно с этим, пожалуй, я бы в первую очередь предложил бы работать, да, именно с этим. В первую очередь я бы предложил бы повзаимодействовать и это предложил бы поисследовать. Ну, то, что у вас пропала страсть, например, ну, это нормально. А год отношений и чувства в этом смысле, вот, так скажем, поугасли немного, это вполне себе нормальная история. Тут нет чего-то необычного. Другой вопрос, что если у вас недостаточно много общего между вами, то, как бы, ну, контакт, взаимодействие, начинает, конечно, в этом смысле проседать. Да, это верно. Это верно и тут вопрос именно того, что между вами общего. Мне кажется, что и вы, она, боитесь сближения, потому что вы говорите, что не могли открыться ей сразу, вот. И, нет, нет, я не считаю, что вы должны сразу открываться кому-то, предупредяя ваш вопрос. Я не считаю, не считаю абсолютно, что вы должны сразу открываться. Я просто говорю о том, что, ну, вот, вы как бы все вместе, да, что вам как будто бы сложно разобраться отнош... Разобраться в себе сложно, вот. Вы хотите серьезных отношений, то есть вам нужна, получается, какая-то гарантия и стабильность. Вот, вы разведены, то есть здесь вот угадывается такая общая картина вероятной проблематики вашей. Вот, ну и девушка, в принципе, тоже, она боится принять помощь, да, вот. То есть тоже самое боится сближения, вот. Поэтому совместно, вот, то, что можно было бы вам совместно сделать, это вот обратить внимание на личные границы ваши. То есть посмотреть на то, вот, конкретно, нет ли ощущения, что кто-то из вас, да, нарушает личные границы другого. Вот. И дальше уже, в принципе, можно было бы как-то, смотри, это очевидно, что... Ну вот вы говорите, да, что ухаживаете за девушкой, заботитесь о ней и так далее. Да, вы большой молодец, что это делаете, но просто, может быть, это связано с тем, как вы написали свое сообщение, то есть, ну, может быть, это связано с контекстом, но мне показалось, например, что вы страдаете от того, что ушел романтизм. Вот. Здесь нужно понимать, что романтизм – это хорошо, но на нем одном отношения не построить. И уж точно на нем одном не построить серьезные, как вы говорите, отношения. Ну, во-первых, что вообще такое серьезные отношения, да, то есть, лично у меня это всегда вызывало вопросы, потому что отношения, ну, если я строю серьезные отношения, то получается, что я как бы к себе серьезно отношусь. Вот, но проблема заключается в том, что если я отношусь к себе серьезно, то я становлюсь очень тяжелым человеком, то есть, ну, вообще любой человек, который к себе относится серьезно, он становится таким достаточно тяжелым человеком, потому что, ну, исчезает. Легкость, вот, ну, вообще не, я имею в виду, легкость исчезает, вот, исчезает непринужденность, исчезает, исчезают многие достаточно вещи, к сожалению. Вот. И поэтому, к серьезности, это всегда про требования, это всегда про контроль. А отношения этого, ну, скажем, не терпят. То есть, отношения, когда сталкиваются с вот таким проявлением, да, они начинают, ну, проседать, то есть, они испытывают давление. Это из-за того, что человек себя не чувствует, вот, как бы, ну, свободным. Вот. К сожалению. К сожалению. Человек себя не чувствует свободным. Вот. И, в общем-то, вот, говоря о серьезных отношениях, вы, ну, на мой взгляд, конечно, вы делаете что? Вы переходите от самих отношений, да, то есть, ну, когда люди просто наслаждаются друг другом, вот, и просто получают удовольствие. Вы переходите от этого к, скажем так, ну, давайте назовем условно, условно, к планированию. Вот. То есть, вы переходите к планированию. Вы пытаетесь, ну, ну, предугадывать что-то. Предугадывать что-то, предсказывать что-то. Вот. И получается, как бы, что в самих отношениях то вы уже не находитесь. То есть, вот это, такой момент, он достаточно неприятный, да, он достаточно деликатный этот момент, но его важно выделить. Вот. Потому что вам важно это понять, что вы сейчас больше, сильнее переживаете по поводу того, что у вас отношения могут быть не серьезные, и что девочка там может, ну, гипотетически, да, как кого-то найти себе, то есть вас вот, ну, беспокоит это, чем то, например, что вы, ну, просто вот можете, скажем так, проводить с ней время, да, и просто, там, наслаждаться, наслаждаться. Вот. То есть, это про что, это что здесь? Это тревога здесь у вас. Вот. То есть, это ваша тревожность. Получается. Вот. Тревожность, тревожность возникает от того, как человек, в принципе, справляется с угрозой. То есть, вот, есть какая-то угроза, да, и вот как человек реагирует, например, на угрозу? Ну, как он откликается на, скажем, перспективу, на гипотетическую возможность того, что вот что-то может пойти не так. И вот это является, на мой взгляд, как раз, вашей проблематикой. На мой взгляд, постараюсь. По моему мнению. Это, по моему мнению, является вашей проблематикой основной. Вот. Поэтому, спасать ничего не надо. Девочке нужно, совершенно очевидно, на мой взгляд, больше свободы. Вот. Свободи ей, как мне кажется, не хватает. Вот. То есть, очень часто, вот, такая вот, знаете, как бы, сверх забота или просто, ну, просто забота. Вот. Очень часто она, очень, ну, как бы, душит. 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 Вот. Я думаю, что, хоть об этом сейчас и рано говорить, но я думаю, что вы не случайно выбрали себе партнера такого, который достаточно горный, вот, и своевольный. То есть, я думаю, что ваш выбор не был случайно такой. Я думаю, что вы выбрали такого человека, чтобы иметь возможность, как раз таки, вот, о нём заботиться, да. Но при этом, вот, желая заботиться, вы не хотите видеть рядом с собой партнёра, полностью от вас зависящего. Вот. То есть, как бы, вполне возможно, что это сейчас из области предположения. Как я и сказал, об этом рано говорить, но вполне возможно, что вы заботитесь о человеке только для того, чтобы подтвердить, что, ну, что вам на шею не садятся. Вот. То есть, вы, может быть, боитесь, что, как раз таки, вот, вам сядут на шею, да, вы этого опасаетесь, и вот, вы заботитесь, как бы, пытаясь убедить себя в том, что нет. Нет, нет, мне на шею ещё не сели, вот, нет, там девушка, ну, как-то вот она справляется ещё сама, вот, она может, всё хорошо. Вот. Видимо, возможно, возможно, только, только возможно, что девушка это чувствует. Вот. И, соответственно, как-то вот её это, ну, её это может напрягать, скажем так. Её это может напрягать, её это может как-то вот, ну, беспокоить. Вот. При этом ни вы, ни она не осознаёте этого, ни вы, ни она. А-а-а, вот, скорее всего, об этом не думайте, но, как бы, то, что это может быть, я не утверждаю. Вот. Вот. Вы поймите, пожалуйста, что я ни в коем случае не утверждаю сейчас, что я прав. Что я прав, я не знаю. Вот. Я просто, просто говорю о том, что вот такое может быть. Вот. Да, смущает, смущает очень сильно то, что вы хотите, значит, вот, спасать отношения, да, смущает, что вы хотите, значит, что-то или кого-то спасать. Вот. То есть, если вы вот такой спаситель, получается, то здесь, к сожалению, очень вероятно позиция спасателя, то есть позиция жертвы, то есть треугольный Кармана. Вот. И в этом смысле я сейчас скажу вещь немножко противоположную той, которую я сказал до этого. Вот. Но здесь, возможно, история о том, что вы ищете себе партнёра, которого надо было бы спасать. Вот вы и девочку пытаетесь спасать. Вот. А она, да, и когда она хотела с вами серьёзных отношений, она выглядела именно как та, кого надо спасать. Вот. А только она перестала хотеть, ну, серьёзных, серьёзных отношений. Вот. А она стала независимой. Вот. И вас это начало, ну, тревожить, потому что независимый человек в вас не нуждается. Вот. А при этом, при этом, как я уже сказал, мне кажется, что вам самому, ну, не слишком хочется, чтобы, там, ну, вам садились наши, то есть вам самому не слишком хочется, чтобы человек вот, как бы, ну, полностью от вас зависел. Вот. И это вполне нормально. Только, на мой взгляд, вы боитесь себе сами в этом признаться. То есть, на мой взгляд, вы себе сами в этом не признаёте. Вот. Вот. А, что, конечно, довольно грустно, потому что, говорит, да, прям, что, вероятно, сами с собой вы не честны. Вот. А честность с собой очень и очень важна. Вот. Без честности, опять же, довольно сложно что-то строить, довольно сложно выстраивать какой-то компакт, если вы с собой не честны. Вот. Поэтому, на мой взгляд, здесь вы столкнулись с довольно естественной, нормальной, эээ, как бы, ситуацией. Вот. Но от этого не менее, скажем так, не менее грустно. Эта ситуация связана, эээ, с тем, что вы, как мне кажется, не только вы, мы все, эээ, это не про вас только идёт речь. Мы все, эээ, приходим в отношения с определённым, ну, так скажем, эээ, багажом. Вот. Мы приходим в отношения с определённым багажом. И, эээ, в данном случае, эээ, вот, как бы, что произошло. Эээ, вы пришли в отношения с багажом. И девушка пришла в отношения с багажом. Что, как бы, нормально. Вот. Но этот багаж, сейчас, по сути, эээ, по сути, эээ, по сути дела, ээээ, вас, ээээм, ээээ, как бы, тянет назад. Что такое багаж? По большому счёту, багаж – это прошлый опыт. Это именно что, наличие у человека, ээээ, прошлого своего собственного опыта, который он инкорпорирует в реальность, в которой находится. Вот. По большому счёту. А вот, ээээ, багаж – это, пожалуй, примерная работа. То есть, то есть, ээээ, я думаю, что, я думаю сейчас, что непроработанность, эээ, вами, вашего опыта, прошлого, влияет на то, как вы, как вы, эээ, воспринимаете, ээээээээ, ну, вот, текущую ээээээээээто. скажем так, ситуацию, непроработанность вашего опыта влияет на то, как вы воспринимаете, может быть, внешне абсолютно нормальную ситуацию, когда человек просто меняется эмоциональный фон. Возможно ли в данном случае говорить, например, о том, что вы зависимы от человека, то есть, возможно ли в данном случае говорить об эмоциональной либо любовной зависимости вашей? Как вы понимаете, это очень хороший вопрос, потому что, честно говоря, я не знаю. Мне показалось, мне показалось, что да, мне показалось, что вполне возможно говорить о том, что вы сейчас эмоционально зависимы от девушек. Это проявляется, в частности, в том, что, ну, по-видимому, вы боитесь достаточно сильно её потерять, да, и, по-видимому, вы боитесь того, что она может, ну, как бы, бросить вас. Вот. И в этом смысле я бы сказал, что, возможно, вы действительно эмоционально зависимы от неё. Вот. И в таком случае, если это так, то нужно работать именно в этом направлении, в направлении снижения эмоциональной зависимости, это обретение, обретение определённой свободы от неё. Вот. Почему? Потому что девушка будет... 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 эм... девушка будет, эм... как бы... эм... сопротивляться подобным проявлениям, девушка будет, эм... девушка будет напрягаться, эм... вот. Эм... вот. Потому что она будет находиться, по сути дела, под угрозой её... эм... её какая-то вот... эм... свобода. Ну, по её мнению, свобода. И, естественно, что... эм... для ваших отношений эм... эм... это ничего хорошего принести не может... не может... не может. Вот. Вот. Поэтому сейчас, ну, вот... эм... что вам нужно сделать с точки зрения поведения, да, это просто... эм... дать ей немножко больше свободы и себе тоже свободы дать. То есть... то есть... речь идёт о чём? Речь идёт о том, что, ну, вот... эм... не хочет она... эм... сейчас... эм... значит, ну, с вами взаимодействовать, да, на том же уровне. Вот. Ну и ладно. Значит, раз не хочет, значит, не хочет. Что... по... что тут... как бы... эм... что тут поделать, что тут страшно. Вот. Значит, у вас... у вас есть больше свободного времени. Вот. Посвятите его себе. Эм... посвятите его... эм... это время, в смысле. Эм... посвятите это время своим детям. Посвятите это время... эм... собственному развитию. Посвятите это время чему угодно. Вот. Вот. То есть... эм... чему угодно, да, вот... эм... Главное... главное, чтобы... ну, вот... эм... сп... эм... спорзи... спорзи для сюда. Вот. Вот. То есть, вот такая... такая... эм... эм... такая здесь история. На мой взгляд. Ну, эм... эм... да, чтобы девушка увидела... Чтобы девушка увидела, что... вы... эм... в ней... как бы... ну, понятно, что... что вы по-прежнему как бы ей дорожите, да, это всё... эм... само собой, но... чтобы девушка увидела, вот, что... помимо неё есть, как бы, и... ну, ещё другая жизнь... вот, что она не центр вашей вселенной, потому что... эм... как бы, вот, пугать её может именно это. эм... и вот тогда, когда она увидит, что... не является центром... эм... ну, не является центром... эм... вашей... эм... вселенной. Эм... когда она это увидит. Эм... я думаю, что... эм... эм... ситуация станет... проще... ситуация станет легче... и вы сможете всё-таки как-то вот... эм... действительно... у вас... эм... свои отношения сохранить. эм... вот... ну, естественно, при условии, если у вас... эм... на самом деле есть, вот... эм... те самые, вот... эм... теплые чувства, о которых, вот... эм... вы... ну, говорите. То есть, эм... вот такой аспект. То есть, если, там, грубо говоря, эм... любви не было, да? Если... ну, если, эм... эм... чувств... эм... не было изначально, или они были, ну... там... ну, в определённой степени... эм... какие-то другие, вот... то понятно, что отношения это не спасёт. Но если... эм... во... если ваши чувства... эм... были, они искренние, и всё, если вы нацелены друг на друга, если между вами... эм... на самом деле... общее... общее... что что-то... эм... было, вот... что... ну, как правило... как правило... это общее, оно... не девается никуда. Вот. То есть, оно не девается, оно никуда... никуда не исчезает. Это общее. Вот. Вам его нужно, ну, просто, вот... эм... в данном случае... заметить. Вот. Эм... на мой... на мой взгляд, по крайней мере... по крайней мере. Эм... вот это... эм... то, что я сейчас... эм... хотел... хотел бы вам сказать... с точки зрения психологии, да... с точки зрения психотерапии, да... с точки зрения... того, как... ну... как люди могут... эм... выходить... из эм... подобных ситуаций, вот... эм... скажем так, ну... с наименьшими... эм... с наименьшими для себя потерями. Вот. То есть, ну... эм... понятно, что... вот... не всегда... прямо-таки это возможно, да... но... эм... у вас, мне кажется, есть все шансы для этого, потому что... эм... лично мне показалось, что... эм... ваши отношения достаточно теплые. Вот. Опять же, я не знаю, может быть, я заблуждаюсь, но вот... Пак... эм... Пак мне... кажется... и... эм... я очень был бы рад... эм... если бы это было действительно так, на самом деле. Вот. Вот. Эм... ну вот. Такой ответ. Давайте тогда на этом будем сейчас заканчивать. Я надеюсь, что... вам это было... интересно и полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам! Всего самого доброго! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Удачи вам! Продолжение следует...